Пока синоптики делают прогнозы на декабрь, в лесничествах региона уже готовятся к новогодним праздникам. Вернее, готовят ели. В Красноярском районе сегодня застучали топорами лесники. Предстоит срубить несколько тысяч деревьев. Наблюдала Евгений Долгих. Сегодня один из немногих дней в году, когда лесничих не тревожит стук топора в ельнике. Эти деревья, можно сказать, специально выращивались к новогоднему столу на отдельной плантации. Ущерба для экологии нет. Для первой рубки в этом году слегка прохладно. Однако на стойкости и визуальных достоинствах зеленых красавиц погода не отразится. Хранятся лучше и пахнут лучше, чем завезены с других регионов. Потому что с других регионов эти елки готовят заранее, в августе, в конце октября. И они пока доедут до Самары, они сляжутся, высохнут. И такой эстетической красоты не будет. К первой неделе декабря Новобуянское лесничество получило заявку на 2500 елей. В целом лесные хозяйства области могут предоставить в 10 раз больше. Но жители 63-го региона сознательно берегут живую природу. Уменьшился спрос на новогодние елки. Я помню, начало своей трудовой деятельности, когда готовилось по 20-30 тысяч новогодних елок. И они уходили на уран. На сегодняшний момент пришло на замену большое количество искусственных елок. То есть, может быть, мы и придем к тому, что все люди будут использовать либо искусственные, либо выращенные в горшочках. Одна из главных задач работников лесничества в эти дни – пресечь незаконную вырубку деревьев. Впрочем, число лесных браконьеров год от года снижается. Просто наказание для них ужесточается. К примеру, за одно срубленное дерево придется заплатить не только крупный штраф в 5000 рублей, но и компенсировать стоимость растения. А это еще 4-4,5 тысячи. Если же вы все-таки захотите срубить елку сами, не стоит нарушать закон. Сделать это можно вполне легально и за более чем умеренную плату. Всех остальных в ближайшее время ждут на елочных базарах. Евгений Долгих, Олег Айдаров. Новости губернии. Красноярский район.